Неравнодушные люди. Кто они? Конечно, те, кому небезразличны, живущие рядом, кто радеет о том, чтобы жизнь вокруг стала лучше. 7 декабря в зале Крокус Сити Холл прошел форум неравнодушных людей «Инициатива». В рамках работы форума состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодных премий губернатора Московской области нашей Подмосковья. Премии присуждаются за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие региона. Каждый год, каждый следующий год в наших рядах пребывают. И это очень приятно. Я не сомневаюсь, что традиции и сама премия, конечно, будет продолжена. Мы всегда найдем средства, силы и, самое главное, необыкновенных людей, которые ведут всю эту кропотливую работу. Я считаю, что ваш пример, ваше личное участие, ваше отношение к жизни является самым ценным. В этом масштабном конкурсе приняли участие, пожалуй, самые чуткие, добрые и инициативные жители из разных муниципалитетов Подмосковья. Среди номинантов, конечно, и жители Щелковского района. Мы сделали гранитную стелу на территории Межмуниципального управления МВД России и Щелковская. До того, как сделали гранитную стелу, мы поработали над тем, чтобы сделать буклет участников Великой Отечественной войны, где разместили фотографии, биографии, сделали фотовыставку. Мы продолжали эту работу, а затем, вот в этом году, мы решили принять участие вот с этими уже материалами в проекте нашей Подмосковью, губернаторской программе. В номинации «Больше, чем профессия». Я вместе с коллективом нашим «Актерский» мы занимаемся непосредственно благотворительными акциями для детей с ограниченными возможностями. На безвозмездной основе мы проводим для них игровые программы, мероприятия, чтобы они, наверное, почувствовали себя такими же, как мы. Готов! Такие вы талантливые директора культуры в Щелковском районе, друзья! Аплодисменты, пожалуйста! Стоит отметить, что поддержка и поощрение социальной активности и проявление гражданской позиции жителей Подмосковья с каждым годом набирает обороты. Призовой фонд премии увеличен до 180 миллионов рублей. Обладатели первой премии получили 335 тысяч рублей, второй премии – 150 тысяч рублей и третий – 70 тысяч рублей. Всего на соискании премии были представлены почти 24 тысячи проектов. Лауреатами премии Щелковского района, занявшими вторые и третьи места, стали 47 человек. Например, Елизавета Шигаева заняла третье место в номинации «Доброе сердце». Мой проект связан с помощью детям-инвалидам и тяжелобольным детям. Мы принимаем вещи, бывшие в употреблении от населения, на безвозмездной основе. Их сортируем, часть раздаем бесплатно нуждающимся, это многодетные семьи, это пенсионеры, это те же инвалиды. Другую часть вещей организаторы выставляют в интернет-магазине и в социальной сети. Прибыль, которую приносят проданные вещи, идет на возмещение расходов содержания проекта и закупку медикаментов и средств гигиены на тяжелобольных людей, проживающих в Щелковском районе. Вручение премии победителям по 10 номинациям чередовались с выступлениями известных артистов. Зал аплодировал от души. Ольга Оржанова, Сергей Васильевский, телерадиокомпания «Щелково».